Хочешь задонатить в игру, но не знаешь как это сделать? Тебе в этом поможет сервис Best Donat. Один из самых крупных и надежных сервисов по донату. Здесь ты можешь приобрести VIP пропуск, путь доблести, а также любую акцию и любой набор крисов, который только появляется в игре. А на первую покупку тебя также будешь ждать скидка в 5%. По всем интересующим вопросам пиши в телеграмм Best Donat. Ссылка в описании. Всем привет! У нас в игре начался супер призыв стихии на фиолетовых героев. Если честно, последнее время прям чуть-чуть, но актуальность фиол героев все-таки снизилась. Потому что раньше были вот такие вот обороны. В какой-то момент в желтом цвете начали штамповать просто кучу им баланса. И соответственно он весь оседал в оборонах. А против таких оборон удобнее играть противоцветом. Соответственно, так скажем, акции фиол героев тут же взлетели. Потому что если эту оборону не снести с ульты, то можно с камней нанести приличный урон. Но по мере того, как с обороны начали исчезать желтые герои, соответственно, актуальность фиол героев также начала понемногу снижаться. Но даже несмотря на это, в фиолетовом цвете остаются очень крутые герои. Возьмем даже того же Арамиса, у которого просто крутейшие навыки. Если он даже полностью исчезнет с оборон, то в атаке этот герой еще очень долго будет оставаться актуальным. Также помимо него, например, в фиолетовом цвете есть Луна. На данный момент она, наверное, самый бесячий герой обороны. Потому что она постоянно ультует вот этими своими тычками именно в заряженных героев. И по ощущениям, что вот этот шанс, что она именно в них попадает, выкручен вообще до максимума. Потому что раньше она реально, ну, промахивалась хоть. А сейчас прям конкретно в них бьет. Но вроде ее, ребят, сегодня в этом призыве здесь нету. Потому что сюда добавляют героев, у которых после их релиза прошло, ну, вроде полгода. Что-то такое. Но даже без этого героя здесь есть, например, Нарцисса. Тоже отличный герой. Аметист, Никс, потом Хаторн, Харон. В общем, героев здесь интересных очень много. И ко всему этому добру нам сегодня еще сюда и подвезли двух новых героев. И, собственно, давайте посмотрим, какими они вышли в релиз. И начнем, конечно же, с пятерки. Фара, скорость маны быстрая. Отлично. Наносит 500 урона цели. И вот здесь уже первое изменение. Потому что на бете она наносила 450. Но, видите, в релизе подняли до 500. А это уже такой приличный урон. Наносит 200 дополнительного урона. Стольким целям, сколько щитов тьмы есть на поле. Вплоть до максимум 12 ударов. И урон снижается с каждым следующим ударом. Интересная механика. Тем более для героя с быстрой маной. И здесь, знаете, есть как плюсы, так и минусы. Из плюсов, например, это очередной, скажем, крушитель просто таунтов. Потому что все эти удары будут приходиться в одну цель. И также, по мере того, как на поле будет оставаться меньше героев, но этот герой будет становиться еще жестче. Потому что, по все той же причине, все эти удары будут проходить в меньшее количество целей. А из минусов, например, если на поле много целей стоит, например, вся фулл команда из пяти героев, то урон от нее будет, как бы, так скажем, распыляться и он будет рандомным. Например, в этой обороне два героя, у которых минимум хп их нужно вынести, они уже готовы ультовать. То одного-то героя она гарантированно вынесет, а по второму не факт, что она попадет. И также, ребят, нужно тестить, насколько ее урон с каждым вот этим ее ударом будет снижаться. Первый удар-то 200, будет второй, скорее всего, возможно, 100 будет, третий 50, потом 25 и так далее. То есть, после третьего-четвертого удара урона наносить будет уже конкретно копейшень. Но нужно тестить, возможно, он будет снижаться не в таких, скажем, масштабах. И также, все задетые цели получают минус 35 защиты против тьмы, и она снижается еще на минус 5% при каждом ударе противника на протяжении 4 ходов. И это получается цветной бронерез. Есть такие герои ценные, редкие. Здесь из минусов, смотрите, ребят, она может по какому-то герою не попасть, соответственно, ему не срежет броню, и уже будет, ну, в ударную тройку не так, скажем, надежно заходить, как та же, например, пантера в костюме. Но, тем не менее, она наносит уроны именно от наличия камней. После ее зарядки, если, ну, берем ее в атаке, если ей играть, то на поле, скорее всего, 5 камней да останется, и вероятность, что она по всем пройдется, ну, достаточно такая высокая. Но, говорю, минус то, что все это рандомно. Кому-то не срежет броню, вот эту цветную, и этот герой останется на поле, ультанет. И если, например, это будет, не знаю, какой-то хуфу, хоть сейчас он редко встречается в обороне, то он просто сметет всю команду, и все. Но даже без хуфу имбаланса в обороне сейчас предостаточно. Например, тот же красный из этого, короче, красный массовик, я сюда фотку вставлю, который там с пассивки чуть ли не по пятихатке выбивает. В общем, ребят, герой получился интересный, в атаку будет отлично заходить. Также у нее класс рейнджер, то есть она может пробивать таунты, плюсы к броне, например, контратаки и так далее. Если мне этот герой выпадет, а вот эти вот варварские просто шансы на ее поимку, говорят, что он, скорее всего, не выпадет. Но, тем не менее, если чудо случится, и она у меня окажется, то я ее, конечно же, прокачаю. И также нам добавили еще новую четверку, лекси, скорость маны средняя. Герои-союзники поблизости получают связь душ на четыре хода. Связь душ это то же самое, что и разделение урона, ровно такой же навык, как и у Илбера. Также цели враги получают эту связь душ. Герои-ближайшие союзники получают плюс 94 защиты против святыни. Навык не сказать, что какой-то прям такой актуальный. Но, тем не менее, этот герой еще срезает также цветную броню на 44%. И, например, на Титана она будет нормально заходить. Хотя в фиолетовом цвете, в принципе, есть Серега с башней магии. У него срез брони вроде еще больше. Это бафает броню, и, соответственно, Титан уже будет стычек меньше наносить урона. А так, в принципе, на каких-то турнирах, на четверочных, ну, героя можно задействовать. И давайте попризываем, здесь бы хотелось выловить из рекомендованных вот эту вот фару. Хотя, как уже говорил, шансы на ее поимку просто минимальные. А не из рекомендованных Арамиса, потом Нарциссу, этого Хаторна, точнее Харона из башни Стикс. Было бы очень круто поймать крутейших хилер. Но они, ребят, не рекомендованы, и выловить конкретно их просто нереально, можно сказать. Поэтому давайте скрутим половину всех монет, которых есть. Ну и кто выпадет, тот выпадет. Никто, ну и ладно, раз никто. В общем, давайте покрутим и попробуем кого-нибудь поймать. Полетели. Первый призыв. Сразу снова героя начнем крутить. Так, четверку, смотрите. Блин, я уже на секундочку задумался, что это как будто пятерка выпала. Подумал, точнее. Давайте дальше. Она мне, если честно, не особо нужна была. Ну ладно. Тройка. Прошлый вот этот фиолетовый призыв. Я отсюда вроде три пятерки его поймал. Удачный был. О, бонусный раунд. Нормально, ребят. Одну бы я все равно попытался выловить на всякий случай. Так, опять эта мышь. Инструктора четырехзвездочный. Вроде что-то идет. Давайте сюда прокрутим дальше. Так, тройка. О, аметист. Людвига было бы нормально второго так же выловить. Тройка. Но идут тройки. Так, четверка. Ну давайте какую-нибудь пятерку. Из рекомендованных. Только не деда. Потому что он уже есть. Да, это четверки. Инструктора сыпицы. Давайте так, скипом. Начнем крутить. Блин, тройки. Как будто одни и те же вроде выпадают. Ну да. Так, четверка. Так, опять это. Пять призов остается. И думаю, навряд ли будет какая-нибудь еще пятерка, кроме ГМ. Так, ну да. И давайте откроем сундуки. О, камзол. Отлично. Нужны кольца. Эмблема. Нормально. Ну что, ребята. Вот такие вот были призывы. В принципе, неплохо. Герой месяца есть. Две вот этих четверки пойманы. Но могло быть, конечно, и лучше. Вам в любом случае удачи на этих призывах. Чтобы вы подали нужные вам герои. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем отличного настроения. И всем пока.